Слишком много каш в меню. Такое однообразие детям не по вкусу. Одни не наедаются, а другие их терпеть не могут. Дочка жалуется, да, она кашу не ест. Хочет пить чай, чай холодный. Что-то другое хочет есть, нету, надо покупать. Вот в чем как бы, да, мне не жалко ни денег, ничего, но ребенок должен есть горячее с утра. Я люблю есть на завтрак омлет, а на обед суп и котлету. В 20-й школе около 400 детей получают бесплатное горячее питание. Здесь придерживаются 10-дневного меню. Большого скопления детей в столовой не допускают. Стараемся, конечно, развести их по переменам, чтобы они заходили по параллелям. Первый класс через буквально 10-15 минут в следующий класс. И так вот мы расписали весь день. Разнообразие в горячем рационе дети все же дождутся. Там меню будет унифицированным и каш в нем станет меньше, пообещали в городском комитете образования. Сейчас уже новое совсем меню. Вот с октября месяца операторы начинают уже вводить элементы. А на ноябрь-декабрь объявлены конкурсы департаментом по закупкам администрации города Курска на организацию питания и горячего, и для льготных категорий. И там уже вот это меню является обязательным для операторов питания, для тех, кто поведет на этом конкурсе, для его выполнения. Всего на организацию бесплатного горячего питания для младших классов было выделено более 200 миллионов рублей из областного, федерального и муниципального бюджетов. Мария Колосова, Андрей Зарубин. События дня.